Ребята, привет! Познакомьтесь с Мэттом. Он владелец компании, которая занимается продвижением обычного бизнеса через китайский TikTok. Вот это камера съемок, где они снимают вот одна из комнат. Здесь они снимают сумки. И вот так вот это все выглядит. Вот здесь даже бренд висит какой-то. И вот здесь съемочное оборудование. Причем в следующей комнате я покажу, на что они снимают, и вы удивитесь, чем люди делают бизнес. На самом деле получилось немножко неожиданно. Меня сюда пригласили поговорить о возможности, скажем так, лайфстриминга в плане продвижения на глобальные рынки. Там есть небольшая фишка, потому что у них есть кое-какие инсайды, но про них я умолчу. Но, возможно, чуть позже расскажу, потому что это достаточно интересно. Вот так вот это выглядит. Через такой софт они работают. И вот тут на зеленом экране идет вещание на других платформах. То есть достаточно интересно. То есть такой я, можно сказать, впервые вижу. Вообще, китайский лайфстриминг, конечно, идет впереди планеты всей. А вот это комната для лайфстриминга номер один. И перейдем в другую комнатку. Там еще есть другие комнаты. И вот меня удивило оборудование, которым они пользуются очень сильно. Оно необычное. Точнее, оно очень простое. Вот так они выглядят. То есть ринг-лайты. И вот эта камера, на которой снимается. Вот. Самая обычная вебка. И хромакей. И причем обработка идет с помощью вот компьютеров. А вот то, что они сейчас рекламируют и продают, это гусиные яйца. И люди покупают. Мэтт сказал то, что у них есть свои блогеры. И у них также есть блогеры от именно производителей, компании, с которыми они сотрудничают. И сейчас он покажет мне третью комнатку. И которая выглядит чисто для одежды. It's for clothes, right? Yeah. For clothes and bags. Смотрите, вот такие вот сумочки. Это все китайский производитель, который работает преимущественно на китайский рынок. Съемка ведется на iPhone, судя по всему, 11 или 12. Веркальце. И вот подобные приколы. Ну, достаточно прикольно. И пошлите посмотрим основной офис. Ну, в общем, как-то так. К сожалению, видео офиса Мэтта не получилось снять. И я до него в ближайшие недели-две не доберусь. Просто физически не получается. Немножко неудобно офис расположен. Но, как бы, договорились о нескольких вещах. Вот. И еще ему очень интересно именно привлечение российских инфлуенсеров. То есть, которые навещают на там же ТикТоке, Лаки и прочем. То есть, такой молодой парень. 28 лет. Учился в Англии несколько лет. Потом вернулся сюда. Вот. Занялся бизнесом. Я с ним познакомился. Как я снимал у него квартиру. Вон ту небольшую в центре. Ну, вот так. Таких у него несколько по городу раскидано. Он такой, как бы, продвинутый парень. Очень интересно рассказывает. Очень интересные идеи у них, которые они воплощают периодически. История вот с этим завещанием началась, когда один из его клиентов по программированию обратился к нему. То есть, у него именно компьютерная фирма. Но потом в итоге она превратилась в небольшой бродкаст компании. И вот такое вот. И, как бы, контакты, если что, могу дать, если кому интересно. Ну, и как-то так. В общем, всем спасибо. И пока извиняюсь за короткое видео. Просто реально нету времени. Вот. У меня несколько видео готовятся к монтажу. Но я никак не могу собраться и демонтировать. Там, в принципе, достаточно интересная информация. Вот. Первая связана именно с визами и паспортами. Вот. И другая информация о кое-каких товарах. Это видео пойдет на канал записки гастарбайтера. Вот. На канале замена вот видео про паспорта и визы выйдет, наверное, что-то попозже. Вот. Как только я соберусь заделать. Потому что реально полнейший же скач был последние пару месяцев. Я, если честно, немножко выгорал. То есть, действительно, пришлось даже немножечко стимулировать свою работу. Ну, в общем, всем спасибо и пока.